Стать лётчиком. Раньше каждый второй ребёнок мечтал стать либо космонавтом, либо лётчиком. Сегодня ценности немного изменились, и не каждая девушка мечтает стать лётчиком. В основном все хотят, девочки хотят стать либо моделью, либо певицей, либо актрисой. Я думаю, что немножко ложные ценности были в это время. Это период становления, переходный период. Он всегда сопровождается тем, что люди теряются в ценностях. И в этом периоде, конечно, много людей идут, наверное, не туда. Посмотрите, сколько у нас ребят хотят быть таможенниками. При такой маленькой зарплате неужели такая романтика стать таможенником? Почему идут в органы работать? Почему все хотят стать финансовым полицейским? Почему? Потому что там изменились ценности. Все думают, как бы там заработать, взятки и так далее. То есть мы, когда я вот услышала статистику, что в прошлом или позапрошлом году 50 человек на место на таможенника, я подумала, это представляете, 17-летние ребята настолько дезориентированы в этой жизни, настолько они не понимают ценности этой жизни, что они идут вообще не туда. То есть это проблема общества и родителей. То есть они не привели детям, что есть важное в этой жизни. И потом начинается что? Разочарование в жизни. Потому что через какое-то время или человек попадается, да? Или там обязательно, рано или поздно он попадется, правильно? Мне кажется, что нужно проводить какие-то вот, ну не агитационные, но какую-то идеологическую работу среди молодого поколения надо вести. То есть когда меня будут приглашать на телевидение, вначале я вообще говорила, оставьте меня в покое, я не артист, допустим. Что мне надо появиться на телевидении, мне надо что-то одеть, да, сходить в магазин. Ну то есть это же какие-то, ну, атрибуты, да, подготовиться. Или куда-то, если не на телевидении, ну, допустим, мероприятие приглашают. И я думала, ну, зачем это мне нужно? Потом, через какое-то время, когда я выяснила, что происходит вокруг, то есть я была больше занята своей же карьерой, то есть я не обращала вокруг, что происходит так, ну, видела, но этим не занималась так. А потом я поняла, что это необходимо, что нужно показывать, что нужно рассказывать, нужно показывать, что есть успех достойный. Стране нужны герои, наверное, да? То есть молодежи нужны герои. То есть сейчас даже, посмотрев нашу программу, узнав, что летчики получают очень хорошую заработную плату, да, то есть вы получаете, говорите, миллион, да? Это неправильная ориентация. Вот сейчас, вот если вы это будете объявлять на самом деле, это неправильная ориентация. Вы нам соберете ребят не тех, опять не тех, которые вот сейчас видим равнодушные глаза. Сейчас молодежь некоторая вот узнала и прибежала, допустим, да, опять не те. Они через день-два говорят, вот, мы же думали, что столько оплатят, а почему нам меньше уже? Говорю, ну, отлетай там 10-15 лет, потом у тебя будет такая же зарплата, допустим. Так сразу не бывает. То есть ты летчиком в один день не становишься. То есть ты назвался летчиком, но на самом деле капитан же эту функцию выполняет, сажает и все. Он учится, учится. Через 5-10 лет, может быть, станет полноценным летчиком. Равнодушных нам не надо. Нам нужны те, которые будут готовы работать не только за деньги. А есть такие сейчас? Ну, мы стараемся отбирать. У нас есть, допустим, специальные тесты, которые выявляют мотивацию, там, разговаривают с ними, отгуда, как пришел человек, чтобы не было таких случайных, которые по-другому относятся. Ну, я знаю, что Эйрастана периодически проводит, да, по-моему, набор, то есть даже не имея летного, летной подготовки, да, там, летного образования, то есть даже, там, будучи поваром, можно прийти, если, там, тебе 17-18 лет, да, прийти в Эйрастану. Ну, если они делают набор, то есть, если ты проходишь какой-то, видимо, какой-то тест, то тебя могут отправить на обучение. Но любой человек, любому человеку невозможно ограничивать никого, правильно? Кем бы он ни был, нельзя ограничивать. Но пройдет ли он по этим параметрам, это уже другой вопрос. В Советском Союзе, вот, если год человек работал чабаном, он без конкурса проходил, летчики, потом мы уже думали, почему это так происходило. Оказывается, у этих ребят, потом мы когда смотрели, у них действительно отменное здоровье. То есть, мясо едят, допустим, на кумус пьют и так далее, то есть они действительно очень, скажем, здоровые физически. Потому что самолет действительно, он съедает очень огромное количество энергии, человек должен быть энергичным по жизни. Некоторые вот пассажиры даже сами на себе чувствуют, куда-нибудь слетают, допустим, они говорят, вот день-два, там, в таком состоянии. А тебе надо летать каждый день, каждый день, и это не месяц, не два, это годами. И годами у тебя действительно должно быть хорошее здоровье, и у тебя действительно должна быть внутренняя энергия, чтобы это все переносить. Но легко стать вообще летчиком для женщины? Если есть мечта, то есть... Не сказала бы легко, но это возможно. Это возможно, если поставить четкую цель. Я вот, когда женщины говорят, вот, как ты добиваешься, там, допустим, мы же такие же, как ты, да, ничем не отличаемся, почему вот ты вот так, а мы не так. Просто дело в том, что многие женщины, так скажем, последовательны в своей непоследовательности. То есть кидается одно, потом другое, потом третье, потом четвертое, да, то есть вот одно выбрало, надо идти к этому. Мужчины многие вот умеют концентрироваться. Даже вот в самолете, допустим, они умеют вот концентрироваться, то есть выкинуть все, и вот только на этом, допустим, заострять внимание. А женщины могут вот распылять свое внимание. Если женщины просто научатся хотя бы концентрироваться, я думаю, что это вот прорыв будет. Но хотя есть и мужчины, которые тоже не совсем выносливые, не совсем быстрая доходчивость, то есть истеричный характер. И у мужчин тоже есть такое. Но профессия все равно больше еще для романтиков, да, мне кажется? Потому что, вот вы говорите, что не деньги должны быть главной мотивацией, да, сегодня идти там в летчики. Но, наверное, в первую очередь это какое-то желание, да? И мне кажется, это такая романтичная профессия. Вот как вам удается, допустим, вы же видите, наблюдаете самые красивые закаты и рассветы, да? То есть вы видите такую природу. Вот если бы я на вашем месте была или была бы рядом с вами в кабине вашей, то я бы в этот момент, наверное, взяла бы телефон и начала все фотографировать. То же самое я делаю. Вы тоже самое делаете, да? Хороший фотоаппарат, я тоже иногда вот вытаскиваю, говорю, о, мне надо вот этот вот рассвет доснять. Или вот это облачко вообще невероятное там бывает такое. То есть вы романтик? Ну, как сказать, дело в том, что взлет-посадка это абсолютно прагматичный процесс. И в тот момент, конечно, нет ничего романтичного, ты только думаешь вот конкретно вот о своих действиях. А когда у тебя есть возможность, когда включен автопилот, когда хорошая погода, конечно, можно там немножко и так отлечься. А так нет. Вот многие, кстати, думают о том, что сажают и взлетает самолет на автопилоте. Что функции летчика, по сути, они не такие уж и сложные. Дело в том, что для этого, чтобы на автопилоте самолет, допустим, садился, взлетать на автопилоте самолет не может. Это однозначно. Но садиться может, если у самолета есть такие функции. То есть это должен быть суперсовременный самолет. То есть и наземные системы, которые для посадки предназначены в аэропорту, они тоже должны быть достаточно очень хорошего уровня. Такие вот есть в Алмате у нас есть, в Астане у нас есть, в Атрау с одной стороны полосы тоже есть. То есть там можно садиться на автопилоте. Но и то, если эти системы включены, если хорошо они работают. Обычно их включают в туман. То есть в любой момент автопилот может отключиться. В любой самый момент. Ну, это же техника, правильно. То есть надо быть очень подготовленной к этому. Ну, раз уж вы у нас в гостях, а все мы являемся пассажирами, да, периодически. То есть мы приходим в самолет, и, конечно, я, честно говоря, вообще не понимаю, как самолет вообще может взлететь в небо. Да, я даже стараюсь об этом не задумываться, да, потому что я все равно никогда этого и не пойму, как такая большая машина поднимается в небо, да. Кстати, очень просто. Очень просто. Немножко физику надо знать, и все. Да. Да, не сложно. Я не разбираюсь в этом, к сожалению. Но очень часто я наблюдаю, как пассажир, что когда стюардессы, бортпроводницы просят выключить технику, там, те же самые айпады, айфоны, компьютеры, да, кто-то реагирует, то есть кто-то игнорирует, да, кто-то не выключает, там, не понимает, зачем выключать. Потом просят, там, спинку кресла, да, поднять. То есть многие вещи, и я вижу, что периодически, буквально там через рейс, да, что происходят из-за этого конфликты. То есть и так будет продолжаться, мне кажется, бесконечно, потому что люди не понимают, зачем выключать электронные приборы, зачем поднимать кресла и прочее. Дело в том, что у нас был случай, когда мы после взлета, один из пассажиров бизнес-класса, у него, наверное, был какой-то такой необычный телефон или спутниковый, или что, в эфир к нам ворвался с своим разговором. Еще разговаривал с телефоном, насколько мы поняли, домашним телефоном. То есть какой-то у него, наверное, мощный был телефон или спутниковый. Так мы послушали, мы, кажется, разговор, но сотовые телефоны еще мы не... Не ловили. Да, не ловили. Но это было очень интересно, да. Мы еще, главное, спросили диспетчера, это у вас, что ли, там, вот ворвался такой в эфир? Нет, говорят. И мы слышим вот сами буквально все, то, что обсуждалось. Я думаю, о, ну оно и не выключишь, допустим, мы же не можем выключить свой эфир, правильно, у нас свои частоты. Это во время полета было? Да, во время полета у нас всегда, допустим, мы никогда не отключаем, допустим, радиосвязь, да, у нас всегда связь с диспетчером. То есть не обязательно, что мы с ним разговариваем, но всегда мы, как говорится, ухо востло держим. И в этот момент врывается вот разговор. Я думаю, если пассажиров предупреждают говорить о том, что все ваши телефоны разговоры прослушиваются, желание говорить по телефону. Не все, конечно, но было такое, вот было у нас такое, что мы вот слушали. А потом, допустим, вот экспериментально, допустим, если компьютер загорается, он, вот батарея компьютера, она, вот, невозможно ее потушить. Даже вы можете взять старый компьютер, да, например, ну это опасно, как говорится, экспериментировать. Если его поджечь, он, если даже воду будете наливать, если льдом покроете, вот все, что бы вы ни делали, он может быть погаснуть. Через 5-10 минут он снова вспыхивает, и опять начинается пожар, допустим, и он бесконечно там может продолжаться. То есть это экспериментально, можете там, ну, нельзя, конечно, это говорить детям, чтобы они этого делали, потому что он просто не гаснет. А спинку кресел, почему вертикальное положение, это в случае, если аварийного покидания, самолет может возгораться за 90 секунд, в течение 90 секунд может полностью сгореть. Поэтому, допустим, в течение 90 секунд нужно, чтобы пассажиры покинули борт, да, то есть все рассчитано, все выходы, все рассчитано, что с каждого выхода может там эвакуироваться примерно 50 или 30 человек. Поэтому, если спинка кресел будет в откидовом положении, то человек может там не выйти, застрять, у нас же разные пассажиры есть. Нужно к этому относиться с пониманием. Но, к сожалению, у нас этой культуры еще пока нет, да, культуры пассажира? Ну, у пассажира и культуры нет, но и мы девушкам тоже говорим, пожалуйста, старайтесь объяснить это, старайтесь как-то попробовать достучаться до человека. Не обязательно, что там это сказать при каждом таком тоне, может быть, человек иногда реагирует отрицательно, только из-за того, что ему неправильно это сказали. Недавно вот был случай, конечно, это очень интересно, то есть пассажир у нас, оказывается, был подвыпивший уже, но когда заходил, не видно, да, правильно не могли его определить. Но потом в середине полета он что-то там встал, и бортпроводница говорит, он, говорит, взял чемодан, говорит, и говорит, выпустите меня. То есть, он стоит, говорит, у дверей, то есть человек не понимает, что он еще в полете. Ну, мы немножко, конечно, посмеялись, там, говорю, ну, попытайся объяснить, там, он говорит, я ему объясняю, что мы летим, он, говорит, никак не понимает. То есть, бывают, конечно, такие немножко смешные такие вещи, да. Ну, вы заметили, что в самолете все становятся религиозными? Ну, я думаю, конечно, религия – это вот, это в голове, да, то, что у человека, религия. В сердце – это Бог, а религия – это в голове, конечно. Люди начинают там молиться. Ну, хотя самолет считается же, что это самый безопасный, да, вид транспорта. Да, самый безопасный вид транспорта, да. Ну, по-разному бывает. Ну, несмотря на то, что это самый безопасный вид транспорта, каждый рейс, даже я, когда сажусь в самолет, все время как-то боишься. Этот страх все равно не исчезает. Ну. Ну, для вас каждый ваш рейс – это риск? Я бы не сказала, что это риск. Это, конечно, мы никогда не знаем, да, ты по дороге-то едешь, никогда не знаешь, что с тобой случится, да. То есть, конечно, бывают разные ситуации. Это техника, конечно, если на машине ты едешь, ты можешь в любую минуту остановиться, да. А в воздухе же самолет не остановишь, правильно, не выйдешь, не уйдешь, там, не разберешься. То есть, это, конечно, определенный риск существует, но для этого и пилот, чтобы он справлялся с этими рисками, с этой техникой, он подготовлен, должен быть на определенном уровне, чтобы ничего не случилось. Но в данный момент я вам не могу ничего сказать, потому что, понимаете, некоторые вот начинают спрашивать, вот, было ли у вас такое, было ли такое. Ни один летчик вам этого не скажет, потому что цена правды, она бывает намного выше, чем любая ложь, да, поэтому вам ее никто не скажет. Иногда одно предложение может испортить, там, имидж любой компании, допустим, да, или, там, может напугать большое количество людей. Но вы суеверны? Я бы не сказала, что суеверна, но я считаю, что вера Всевышнего, она существует. Ну, то есть, перед полетом какой-то у вас есть, там, не знаю, ритуал, может быть, что-то совершаете? Ну, такого нету, конечно. В Алма-Ате, когда я жила, всегда нас объездными путями возил транспорт, вот, ну, на рейсы, после рейса, ну, компания предоставляет. И всегда ездили мы по татарке, да, потому что везде пробки. А по татарке, ну, каждый день обязательно черная кошка туда-сюда будет бегать. Там много черных кошек. И если вообще, вот, верить в эти приметы, то в таком случае вообще не надо летать, да? Каждый день будет эта кошка бегать, каждый день. То есть, такого нет, что вот, что-то вот такое вот привязалось к примете, и все, нет, конечно. Ну, вот, ваша жизнь застрахована на сегодняшний день? Вы имеете в виду в денежном плане? Да, в денежном плане. Ну, да, компания обязана нас страховать. На большую сумму? В этом году я еще не уточняла, надо смотреть контракты там. Ну, я не думаю, что на очень большую. Конечно, за границей страхуют на большие суммы, у нас, конечно, жизнь дешевле. Мне интересно, до какого возраста вы собираетесь летать? Этого же я не знаю, это зависит от здоровья. У меня вот на днях медкомиссия предстоит годовая, да? Я же не знаю, как пройдет эта медкомиссия. Каждый год у нас, допустим, годовая медкомиссия, есть полугодовая, квартальная медкомиссия. И каждый раз мы сидим, как мы пройдем эту медкомиссию. То есть, это зависит от состояния организма. Ну, от желания. Хотелось бы еще сколько лет полетать? Не задумывалась. Это вот как получится. Завтра спишут. Я благодарна за это. Скажут, через 10 лет. И за это я благодарна. То есть, я воспринимаю это, ну, как... Значит, так надо. И, в принципе, я около 8 тысяч часов налетала. В России, например, если ты 6 тысяч часов налетал, или 45 лет тебе, ты выходишь на пенсию. То есть, я бы могла уже быть пенсионеркой, да? Сейчас вы уже, скажем так, наполовину работаете, да, в Министерстве транспорта и коммуникации. Ну, так и будем. Да, видите себя в будущем, там, через 10 лет тот Амирова может стать министром транспорта и коммуникации? Ну, министр меньше, получается, чем... Лютчики. Ну, я шучу, конечно, да, но я вот такую карьеру, вот такую конкретную карьеру я не ставлю. Это никогда не была моей, допустим, целью. Если бы я хотела быть, я бы была им уже давным-давно. Если бы я поставила вот цель, да, я вот хочу, я бы, наверное, уже была бы им. Просто я, например, хотела быть вот летчиком и командиром, допустим, тоже я потом уже очень долго думала и смогу, не смогу. То есть это такой же важный процесс в жизни. Такие вот карьерные вопросы, как там стать министром или замминистром, или такими, допустим, чиновниками, я думаю, что это не сложнее, допустим, чем стать командиром самолета. Командиром самолета достаточно сложно. Говорят же, левое кресло пилота, оно действительно такое очень сложное кресло. Поэтому я думаю, что чиновничье кресло, это не так сложно. Давайте поговорим о том, как живет Тота Амирова, да? Вы живете в Астане. Сейчас, да. Вы живете в собственном доме или вы живете в квартире? Я живу в квартире на 26 этаже. Эта квартира подарок от государства? Нет, я от государства никогда в жизни материальных благ не получала. Моральное, конечно, я получила. Это то, что я являюсь кавалером ордена Курмет. А так государством... Не балуют, да, вас? Не баловала? Ну и не обязана государством мне ничем. Мне, как кажется, руки-ноги целы, и поэтому я этому рада. Я никогда ничего не просила и считаю, что только человек, наверное, который чем-то может быть обделен или он не может себе заработать по здоровью или по каким-то причинам, наверное, имеет право у государства на какие-то льготы или преференции. Но такие люди, как я или кто может себе позволить заработать, они действительно должны сами это делать. Ну вы же можете позволить себе держать домработницу, да, человека, который будет за вас там гладить, готовить вам кушать или вы сами справляетесь? Ну, во-первых, мне, как говорится, не западло взять тряпочку и там, как говорится, и окна помыть, и полы помыть, и посуду помыть. Я считаю, что это абсолютно нормальные вещи. Я же не в Букингенском, а в 20-е, скажем, родилась. Я абсолютно такая, скажем, среднестатистическая девочка была, которая родилась. И за продуктами сами, да, ходите? Конечно, и это мне нравится, например, как я могу там доверить, что я буду, допустим, есть, правильно? Я считаю, что это важно, так как женщина должна следить своей фигурой, тем более с годами становится все сложнее и сложнее это делать, правильно? И все время надо чем-то ограничивать. Поэтому, конечно, за продуктами я сама, я слежу за этим, чтобы там это купить, надо это прекратить, это кушать. За рулем ездите? За рулем сейчас не езжу, сейчас нас возят, поэтому в Алма-Ате, да, приходилось, а сейчас нет. Машины у меня нет, квартира у меня, вот, сам рука знаю, которая вот это выделила, я ее последующим выкупом, аренда, вот, с последующим выкупом она называется. Поэтому вот я вот два года назад переехала в Астану. Вас часто приглашают в Ахурду? Не часто. Не часто, но... Были. Ощущение, да, что вот часто, потому что на какие-то большие праздники, 8 марта, да, там, встреча с главой государства, партийный съезд, да, вот я помню ваше выступление. То есть на каких-то больших вот мероприятиях вас можно увидеть, да, но вы не чувствуете себя свадебным генералом в такие моменты? Это редко бывает, это вот в год там один раз, там, два года один раз, может быть. Просто это все, может быть, потом как-то крутится, вот. Вот. Но, как вам сказать, если, конечно, я бы могла быть еще больше свадебным генералом, если бы я ходила во все мероприятия, которые приглашают. Из-за того, что я постоянно летаю, допустим, у меня не было возможности. Но иногда, я думаю, что если тебя зовут и приглашают, то надо идти, да? Ну что ж, спасибо вам большое, что, несмотря на свой жесткий график, я понимаю, что вам сейчас нелегко, да, совмещать сразу две работы. Спасибо, что вы уделили время и пришли ко мне в студию, потому что мне давно хотелось с вами побеседовать. И, честно говоря, сегодня я для себя открыла вас с новой стороны, потому что мне всегда казалось, что вы закрытый человек. Да, что вы не настолько открытый. Сегодня, я думаю, что не только я, но и зрители убедились в том, что можно быть и командиром воздушного судна, и просто классной женщиной. Спасибо вам большое. Я напомню, вы смотрели программу «Статус-кво», и сегодня у меня в гостях была единственная в Казахстане женщина-командир воздушного судна Тота Амирова. Всего доброго, увидимся в следующий четверг.